Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня с вами Антон Игнатов, продакт-менеджер компании Оли Дистрибуция и Евгений Кушин, руководитель отдела пресейл нашего уважаемого вендора ContraLab, который занимается мониторингом. И сегодня, как мы говорили ранее, 29 числа на вебинаре, мы расскажем про второе решение компании ContraLab, решение, которое называется Scout Beast. Пчелки, рабочие пчелки, которая позволяет осуществлять проактивный мониторинг инфраструктуры и предотвращать проблемы до их наступления. Ну, это немножко забегая вперед. В ходе вебинара сегодня мы остановимся поподробнее на том, что это за продукт Scout Beast, в каком виде он поставляется, предлагается, функционирует. Расскажем о вариантах и примерах использования данного решения. Затронем тему сравнения с конкурентами. Немножко коснемся, что же нас ожидает в будущем. Ну, и расскажем о технологии. Надеюсь, меня все хорошо слышат, поэтому давайте приступим. Итак, что же такое Scout Beast? Scout Beast – это приложение, SaaS-приложение, которое, если можно так выразиться, пингует, проверяет доступность каждого из необходимых ресурсов сети и время отклика на каждом этапе при установлении подключения. Было бы интересно посмотреть, как это все реализуется, а не просто пробежаться по слайдам. Именно это поможет нам сегодня сделать Женя. Женя, передаю слово тебе. Большое спасибо, Антон. Меня слышишь? Да, очень хорошо. Давайте покажу свой экран. Секунду. Окей. Так, экран виден? Да, отлично. Значит так, давайте перед этим посмотрим. Антон, Антон вам дал немножко бэккера, но давайте посмотрим немножко. Я надеюсь, что все тут уже были на нашем, как мы показывали уже, Control App. Значит, давайте покажем, что такое, как отличается Scout Beast от Control App и какую проблему он решает. Мы понимаем, что Control App, если вы были на тренинге и уже видели вебинары, Control App у нас в этом есть два продукта. Один смотрит на данные, на инфраструктуру в реал-тайм, на данный момент. Второй смотрит исторически. Но вот это решение, вот это большое интересное решение дает нам ответ и разбирается, когда пользователь уже начал работать. Окей. С тех пор, как пользователь зашел на его рабочий стол, открыл свое приложение, тогда вот это решение начинает работать, смотреть performance, отклик и так далее. Окей. Все проблемы со стороны инфраструктуры, со стороны инфраструктуры VDI, со стороны сети. Но это после того, как пользователь уже открыл и все уже работает. Но что происходит тут, мы в Control App еще не видим. Окей. Потому что Control App видит то, что только то, что наверху, а не то, что не работает. Поэтому мы создали вот это решение, которое называется Scalbiz, чтобы закрыть всю, скажем так, всю дорогу нашего пользователя. Окей. С подключения и до конца. И вот этот Scalbiz решает вот этот вопрос, доступен ли нам ресурс или нет, и насколько хорошо он доступен. Окей. Потому что наши заказчики, наши партнеры, наши интеграторы, одна очень большая, скажем так, blind spot, которая есть, одна большая проблема, это когда, не когда что-то плохо работает, а когда что-то вообще не работает. Давайте подумаем о нашем видеоадминистраторе. Он приходит в 8 утра, в 9 утра на работу, начинает работу или даже открывает свое рабочее место дома, и пользователи уже работают, и у кого-то что-то недоступно, какой-то рабочий стол, какой-то delivery group или доступен, недоступен, и он только сейчас об этом узнает и начинает смотреть. Окей. И мы хотим дать решение, чтобы перед тем, как все это началось, все эти проблемы, все эти тикеты начинали работать, он уже получил, и он уже знает, что что-то внизу, какой-то ресурс внизу, или он получает какую-то нотификацию, что какой-то ресурс плохо работает, плохой latency, плохой round trip time, плохой user experience, и тогда он уже быстро это решит, чтобы тикеты не начинались открываться. Значит, это по этому поводу. И мы понимаем, что если у нас проблема тут, но в этой стороне, проблема значит, что у одного пользователя. А если проблема тут, это значит, что будет проблема у многих пользователей, потому что если рабочий стол какой-то виртуальный недоступен, это значит, что сотни или тысячи пользователей не смогут работать. Окей. Это, скажем так, нам закрывает историю, где находится Control Lab и что он решает, и где находится ScoutBiz и что он решает. И давайте посмотрим, сегодня у нас, кстати, коллеги, вебинар будет очень краткий, потому что решение, все понятно, оно простое, и решение мы стараемся, чтобы и было очень простое, давайте откроем. Решение работает как SAS, окей. Значит, перед тем, как мы все это начнем объяснять, надо понять такой момент. Окей, это немножко более политический момент в СНГ и в России, и в других странах российского региона. Это решение работает только как SAS. Окей, у нас есть два мода. Один это Full SAS, а второй это гибридный SAS. Поэтому, если у нас есть заказчик, который хочет, чтобы все сидело у него, весь этот движок, все это решение село внутри, такого у нас нету. И есть причина, почему такого нету, потому что это решение должно так работать. Окей. Мы скоро объясним, как, но это решение недоступно on-prem. Доступно только либо Full SAS, либо гибридный SAS, и мы это сейчас объясним. Еще раз, что Scalbiz делает, и вы все можете туда-сюда зайти. Я вам посылаю на чат адрес scalbiz.io. Окей. Можете зайти, сделать быстрый аккаунт, все очень просто. End User Computing Availability Monitoring. Как мы сказали, доступность для end-юзеров. Либо это Citrix, VMware и так далее. Мы об этом будем знать. Давайте зайдем. И будем смотреть. Окей. Это у нас выглядит… Нет, я хочу другой пользователь. Так. Окей. Мы зайдем на вот этот, на этот SARS решение. Мы зайдем на этот SARS решение, и мы что мы будем видеть? Мы видим вот эти виджеты. Окей. Каждый тут вот этот, каждый виджет, каждый тут квадрат. Это ресурс. Окей. Ресурс, которого мы уже сделали. Мы скоро посмотрим, как мы будем делать ресурсы. Ресурс, которого мы сделали. Это называется Scout у нас. Окей. Scout может быть либо рабочий стол, либо виртуальный рабочий стол, либо приложение, либо веб-приложение, либо Office 365 в приложении, либо какой-то сеть-девайс. Окей. Это новый ресурс, которым мы можем работать. Значит, это может быть либо виртуальный, virtual app, virtual desktop, или какой-то сеть-девайс, и может быть какой-то веб-приложение. Окей. И давайте смотреть. Каждый, вот, каждый тут виджет нам показывает доступность вот этого ресурса. Вот у нас десктоп, вот у нас какой-то сеть-девайс, приложение какое-то. И мы тут видим, как он, как аптайм этого решения. Окей. Если мы зайдем внутрь, мы посмотрим все тесты, которые произошли последние 12 часов. Давайте сделаем это немножко больше. 24 часа. Вот все тесты, которые произошли, и все детали. Окей, тесты. Вот мы видим. Вот один тест. Здесь наш, Scalbiz, наш этот движок, наш движок открыл этот рабочий стол, проверил, что он доступен, проверил все этапы подключения. И, как вы видите, мы не только смотрим и видим, доступен ли или недоступен этот рабочий стол, но и насколько он хорошо доступен. Потому что мы видим его все этапы подключения, поэтому мы можем посмотреть нормально и сколько времени ему берет открыться. Окей, поэтому мы увидим и latency, отклик, round trip time и время запущения, которое тоже очень важный момент. Очень большая проблема у многих VDI решений. Окей. Если у нас будет какой-то фейл. Окей. Если мы по какой-то фейлу, как мы видим тут, мы, конечно, увидим, окей, давайте посмотрим, в каком этапе, вот если у нас был фейл, если у нас какой-то ресурс недоступен, мы сможем увидеть, в каком этапе у нас есть фейл, где у нас есть проблема. Окей. Значит, мы знаем, мы получим нотификацию, что есть проблема, в следующем мы получим нотификацию, где есть проблема, и мы можем начинать это решать. Значит, если мы пойдем немножко внутрь вот сюда, мы сможем посмотреть, какие алерты мы можем получить. Давайте посмотрим на alert policy. Окей? Алерт может быть, конечно, если у нас статус fail, это значит, что ресурс недоступен. Всякие другие у нас параметры, которые мы получаем из gateway, через которого мы подключаемся. Gateway может быть либо NetScaler, Storefront, UIG и так далее. Поэтому у нас очень много данных есть, не только данные по запущению приложений. Вот как round trip time, latency, вот этот весь этот, задержки всякие, которые могут быть. Значит, не только вы видите, что мы видим, что ресурс недоступен, но мы можем получить нотификацию, что ресурс, если ресурс плохо доступен, если у нас есть slow logons, или у нас высокий latency, или высокий round trip time и так далее. Поэтому вы видите, что мы, наш видеоадминистратор, утром он увидит, либо ресурс недоступен, но он может посмотреть и увидеть, что у него есть всякие медленные логины. Окей? Не ждать пользователей, он будет знать об этом заранее. Перед тем, как пользователь подключился, у него уже проблема произошла. Какие методы у нас есть по нотификациям? Конечно, можно прислать почту. Можно прислать, мы у нас есть уже хуки out of the box service now. Service now – это тикет-система, очень знаменитая в мире, поэтому мы уже сделали к ним out of the box connection. И у нас есть API, значит, вы видите, что могу прислать мейл, могу автоматически открыть уже тикет у вас, у ваших заказчиков или у вас уже, я уверен, что есть какая-то тикетная система, и мы можем к ней подключиться автоматически, открыть там тикет, если что-то произошло. Окей? Это мы ушли уже вперед. Давайте пойдем шаг назад и сделаем scout. Окей? Как это все работает? Окей, как это делается? Мы идем сюда create scout, и как мы это делаем? Как я сказал, у нас есть два типа, либо cloud hive, cloud hive, что такое cloud hive, пока открою уже, чтобы мы увидели, что такое custom hive. cloud hive – это с full source. Это значит, что наши серверы в Франкфурте или в Америке или в Сидне будут открывать вот эти ресурсы, и данные будут храниться там. Окей? Значит, все эти тесты будут initiated отсюда, окей, из наших серверов, из AWS из Франкфурта, через какой-то gateway, который мы выбираем, Netscaler, Citrix Cloud или VMware какой-то gateway, мы будем запускать, берем, напишем вот эти все наши параметры подключения через вот этот gateway, и two-factor authentication тоже мы support, выбираем ресурс, выбираем интервал, интервал может быть либо 5 минут, 15 минут, 30 минут и 60 минут, давайте возьмем 5 минут, каждые 5 минут наш движок, наш Scalbiz будет подключаться через Netscaler gateway, запускать какое-то приложение или рабочий стол, проверять все его параметры и писать это в историю, окей? Если будет какой-то фейл, конечно, нам пришло сообщение. Почему это для нас сегодня очень актуально? Почему? Потому что очень многие ваши, либо заказчики, либо вы как заказчик, если вы заказчик у нас сегодня находится, работают, конечные пользователи, end users работают из дома, окей? Перевели на удаленку из-за нашей пандемии, короны и так далее, и они подключаются к их ресурсам и снаружи, окей? Они подключаются через Netscaler, через UAG и так далее, снаружи. И вот это нам симулирует вот это подключение снаружи очень красиво, потому что вот мы тоже подключаемся через Netscaler from outside, окей? Поэтому это у нас очень популярно на данный момент из-за пандемии. Второе решение. Если наш заказчик не хочет, чтобы был full SaaS, он хочет что-то поставить внутри, это называется Custom Hive, и тогда все проверки будут снаружи. Мы ставим маленький сервис или агент, неважно, как вы хотите это назвать, у заказчика или у вас на инфраструктуре, и все то же самое мы делаем, но все эти проверки будут изнутри домейна. Окей, все, вы видите, все то же самое, но все изнутри. Как эта архитектура выглядит? Эта архитектура выглядит вот так. Окей? Давайте возьмем, давайте возьмем, вот у нас архитектура. Если мы работаем снаружи, вот наши серверы находятся, скажем, во Франкфурте, и они, мы тут поставили какой-то там ресурс, и вот этот движок подключается через Storefront или Netscaler и будет проверять. Мы, кстати, ничего не ставим, никакой агент, никакой сервис, ничего не ставим, только через API мы подключаемся. Это Cloud Hive. Окей? Вот это Cloud Hive будет проверять, вот снаружи подключаться и все эти проверки делать, и все данные сохраняются тут. Если мы делаем Custom Hive, тогда мы ставим на каком-то сервере, неважно где, маленький сервис, который называется ScoutBiz, и вот этот сервис будет делать все эти проверки, но данные будут записываться тут. Окей? Это гибридное решение. Мы можем контролировать, какие данные мы посылаем, какие данные мы не посылаем. Это раз. Все тесты, да, будут делаться отсюда, не отсюда, тесты будут делаться оттуда. Все пароли и юзерные мы так далее, все сохраняется тут. Мы ничего не храним, вот все эти данные, юзерные паслоры и так далее, все мы храним тут, а не снаружи. Но данные по статусу и вот эти все исторические данные, они, да, записываются у нас на Cloud. Значит, только отсюда, только с одного endpoint, нам надо открыть пару IP в наш сервер Frankfurt и все. Окей? Это две опции работы. Окей? Я думаю, что я видел заказчиков даже в России, я думаю, что так возможно работать, потому что нету сегодня на данный момент ни одного заказчика, у которого все закрыто, никакого соцсвешения нету. Сто процентов, что есть какие-то соцсвешения, это тоже соцсвешение, которое не хранит никаких персональных данных, поэтому можно так работать, и у нас уже есть банки, есть страховые компании, которые работают с этим решением, и можно работать. Значит, это называется у нас Custom Hive. Давайте пойдем еще раз сюда. Это у нас был End User Computing. Окей? End User Computing Scout. Мы выбираем платформу, Титрикс или Вимар, выбираем ресурс, выбираем интервал, начинаем работать. Второй ресурс, который мы можем проверять, это сеть ресурсы. То же самое можно это делать либо снаружи, либо изнутри. Выбираем ресурс. Ресурс может быть какой-то веб-адрес, окей? Какой-то адрес, который мы хотим проверять. Это может быть веб-приложение какое-то, Office 365 тут, конечно, может работать, какой-то SharePoint. Неважно, какое веб-приложение у заказчика есть, мы его можем проверять либо через GET, либо через POST. Окей? Следующий порт, доступность порта или IP. Окей? Тоже очень важно. И следующее у нас ping. Ping к чему? К какому-то IP или хосту. Это значит, что давайте это переведем. Мы можем проверять свитчи, раутеры и всякие network devices, которые у заказчика есть, и в этом закрыть всю, скажем так, историю, которую на данный момент наши видеоадминистраторы не всегда видят. Потому что могут быть всякие проблемы, задержки со стороны сети, и он сегодня это не видит. И с вот этим решением он может получить еще один point of view на вот эти ресурсы. Окей? Ну, тут есть еще параметры, либо это протокол CCP, UDP, Jitter, какое и так далее. Это все очень важно для User Experience, поэтому это мы тоже поддерживаем. Окей? Что еще мы можем показать? Вот мы поставили ресурсы, вот наши ресурсы, которые мы видим, они у нас работают. Давайте зайдем. Можно видеть данные 3 часа, 6 часов назад, 24 назад, выбрать какой-то range и так далее. Мы можем смотреть на пару домейнов в одном месте, это по этому поводу. Давайте я хочу вам показать немножко скриншот. Окей. Пару скриншотов. Как, просто у меня есть хороший пример для проверки сети. Вот вы видите, с начала до конца, вот проверки, все хопы, где у нас есть задержки, где у нас есть проблемы. И это результат, который может быть, когда мы проверяем какой-то IP. Окей? Это для сети, это с этой стороны. Как мы это решение лицензируем? Окей? Очень просто. По скаутам. Окей? Каждый скаут – это одна лицензия. Одна лицензия. Окей? Вот, скажем, у нас есть заказчик, который хочет проверять 16 или 10 рабочих виртуальных дестопс. Ему надо 10 скаутов купить, прайсинг и так далее. Это все есть у Антона. Можете к ним обратиться по ценам. У Network… Endless Computing Scout у него одна цена, Network Scout у него другая цена. Это по поводу лицензий. Еще, что я хотел вам тут показать. Ну, вы видите, решение очень простое. Заходим, начинаем ставить скауты, работаем и так далее. Что я буду получать? Каждый день я получаю, это называется, Digest. Мне ScoutBees будет присылать доступность моих ресурсов на почту. Поэтому, если, конечно, какой-то ресурс не работает, я получу фейл и могу начинать работать. Так это все выглядит. Коллеги, это все, вы видите, решение очень простое. Тут много не надо объяснять. Конкуренты. Окей, конкуренты. Сам Титрикс понимает, что это решение очень важное. У них есть маленький продукт, который вышел в этом году, называется Титрикс App Probing. Он проверяет очень похожие ресурсы. Он не проверяет, конечно, сеть. Проверяет virtual apps, virtual desktops. Он может проверять только в интервалах одного часа, 60 минут. Он не идет выше этого. Окей? 5 минут, 15 минут, 30 минут у него нет. Он может проверять только раз в час ресурсы. Окей? Это Титрикс App Probing. Еще одно решение, которое у нас есть в рынке, это Login.PI от компании Login.VSI. Тоже очень похожий продукт, очень хороший продукт. Немножко дороже, чем наши цены. Я сегодня про цены не разговаривал. Но не дешевый продукт. Это два. И последнее, это HP Micro Focus. Тоже хорошее решение. Тоже не дешевое. Дает очень... У кого есть HP, я думаю, что HP мы это поставили. Но немножко такое тяжелое решение внедрить. Окей? Все тут новое решение. Все тут намного легче поставить контрол. Это по поводу соперников. И вы знаете, я спрашиваю у многих заказчиков, что они делают сегодня. Я думаю, что большинство нам говорят, что у них такого нет. Не всегда они понимают, почему такое надо. Потому что вы можете посмотреть на это как страховку. Как покупать Life Insurance или Health Insurance. Если я не болею, тогда может, страховку я быстро не буду покупать. Но уже заказчики понимают, что когда ресурсы внизу, это очень мешает работе. Это мешает бизнесу работать. Поэтому вот такое решение нам закрывает всю историю. Всю историю VDI с начала до конца. И поэтому я думаю, что это решение важно добавить к нашему решению Control Lab. Окей? Решение. Многие вопросы иногда возникают. Это решение totally separate. Окей? Можно покупать это без Control Lab. Можно покупать только в Control Lab. Можно вместе покупать. Но это решение совсем, скажем так, сидит в странах. Это другая дивизия, другое решение. Это не идет вместе с этим решением Control Lab. Окей? Коллеги, я закончил вопросы. Жень, подскажи, пожалуйста, в краткосрочной перспективе планируется развитие, например, системы оповещения? Ну, что-то такое. Вот именно в плане SkullBiz. Система какая? Еще раз. Система оповещений. Можешь мне привести. А при возникновении? То есть какие-то проактивные оповещения? А, да. Окей, да. Значит, можно работать. У нас эта система очень сильно развита в самом Control Lab решении. Значит, если надо, мы можем всегда подключить SkullBiz, чтобы работа интервьюировалась с Control Lab, переписал и писал ивент куда-то, и Control Lab будет уже запускать какой-то action. Такой сценарий можно сделать. Уважаемый коллеги, ждем ваших вопросов, если таковые имеются. Евгений, а вот такой вопрос. Если сравнивать с решением Goliath? Да, у них тоже есть решение, такой Logon Simulator, Goliath есть Logon Simulator, он работает только on-prem, окей? Я думаю, и он, скажем так, почти на 50% дороже. Это два. Ну, и, конечно, интервалы. У них нет, ни у кого нет интервала в 5 минут, как у нас есть, 5-15 минут. Окей? Коллеги, еще есть вопросы? В любом случае, запись этого вебинара у нас есть, она будет разослана всем участникам вебинара. И если появятся вопросы или что-то было непонятное, вы всегда можете обратиться к компанию Olli, к компанию Control Lab, и мы расскажем более подробно о каких-то моментах, которые, например, сегодня остались нераскрыты на ваших вопросах. Спасибо всем. Жень, большое спасибо за рассказ. Коллеги, спасибо, что уделили внимание. Четвертый квартал, время тяжелое, очень busy time. Поэтому спасибо, что сегодня поприсутствовали на нашем небольшом вебинаре. Остаемся на связи. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok